Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Аллилуйя 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 Господь, Ольга, Господи, моли вас! Яко свят, если Божий наш, и тебе слава воссылает, Отцу и Силу и Святому Духу, ныне и Престопу. Господи, я спаси, благочестивая! Господи, я спаси, благочестивая! И услышим, и в реки веков! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пред ними же и постави себе живо по страданию своем, во многих истинных знамених. Деньми четыридесятьми являйся ими глаголя «Я же о Царстве Божии». С ними же и еды повелеем от Иерусалима не отлучатеся, но ждать обетование отча, ежесвышасте от мене. Я, кой и ад, уба крестил есть водою, вы же имете креститесь духом святым, не по мнозик сих днех. О, ниже уба сошедшеся вопроша по его глаголюще Господи, ащев лето сие устроейши Царствие Израилево, речей же к ним, несть ваше разуметье времена и лето, я же Отец положи во своей власти, но приимете силу нашедшему святому Духу на вы, и будите ми свидетели во Иерусалиме же, и во все Иудеи, и Самарии, и даже до последних земли. И сия рек, зрящих им взяться, и облак подъят его от очи их, и я повзирающе бяг на небо и душу ему, и сия мужа двастаста пред ними в одежде бели. Я же рек, коста, мужи галилейские, что стоите зряще на небо, сей Иисус вознесись от вас на небо, так вожде приидет, им же образом виднести его, идущи на небо. Тогда возвратишься в Иерусалим, от гори нарицаемый Елеон, я же есть близ Иерусалима, субботы имущая путь. И Духови Твоему, Аллилуйя, гластори! Зведи Бог восклекновение Господь во гласе трубни. Все языки восклешите руками, восклекните Богу глазом радования. Благодаря Господь во гласе трубни. Благодаря Господь во гласе трубни. и Евангелиста Луки додаст Тебе, Бога Госпожа, сила и многое во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Мудрость в крови услышит Святого Евангелия. Мир всех. И Евангелия чтения. Отв photographи Святого Евангелия чтения. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, улыбал Иисус Христа. ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Да поменет Господь Бог по Царству и Своей, Всегда, ныне и приясно, и вовеки веков. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, И вовеки священнический, диагонский, монашеский чьи, Братья и прихожие святого храма сего, Благотворители, благоупросители, Жертвователи святого храма сего, Друждающихся, поющих во святом храме всех, Вас и всех православных христиан, Да поменет Господь Бог по Царству и Своей, Всегда, ныне и приясно, и вовеки веков. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА И вдруг увидели стоящих двух мужей, как говорит евангелист, в белых одеждах, ангелов увидели, которые говорят, что вы смотрите на небо. Вот каким образом Христос вознесся на небо, таким образом Он придет во свое второе страшное пришествие. Ученики понимали, что Христос Спаситель вознесся на небо. Казалось бы, это была разлука, но она была наполнена какой-то неизреченной внутренней духовной радостью. И они возвращались в Иерусалим, поя гимн воскресенью Христову. Воскресенье Христово видевшее. Мы этот гимн до сегодняшнего дня, в пасхальные воскресные дни, слышим и сами возглашаем. Они, в отличие от тех людей, которые разлучаются друг с другом, уходили с горы Елеонской в Иерусалим с радостью великою. Потому что им обещал Иисус Христос не спаслать Духа Утешителя, который наставит их на истину и напомнит им о том, что говорил Иисус Христос в дни Своей проповеди. И они действительно пребывали в Иерусалиме, ожидая пришествия Духа Утешителя. И мы каждый раз, вспоминая это событие, говорим о том, в каком состоянии они пребывали. Они пребывали в единомыслии, в согласии и молитве. Вот эти три важных условия для того, чтобы Дух Утешитель был и среди нас. Нам необходимо иметь единомыслие, согласие и молитву. И если мы, православные христиане, будем пребывать в этом, то и среди нас и с нами будет пребывать благословение Божие и благодать Святого Духа. Тогда еще ученики были немощны, слабы духом. Они еще были боязливы, пока на них не сошел Дух Утешитель и не утвердил их в вере. Но они сегодня возвращались в Иерусалим с радостью великою, в надежде на то, что Господь исполнит свое обещание. В отличие от них, мы сегодня уже можем оглянуться на историю нашей Церкви, которая уже почти две тысячи лет со дня ее основания Иисусом Христом в день 50-й после своего воскресения. И история нашей Церкви свидетельствует о том, что все, что говорил Христос Спаситель, исполняется даже до сегодняшнего дня и будет исполняться до скончания века. Ну и, конечно, сегодня замечательный повод поразмышлять и об этом событии, подумать, а почему так сложилось, что Лазаря, Христос Спаситель, воскресил принародно, а Сам воскрес из мертвых. Тайна. Никто не видел это воскресение. И не видел воскресшего, как он воскресает из мертвых, как он восстает от гроба. Это от нас сокрыто. Это божественная тайна. И в этом есть определенный свой промысел Божий. А вот Вознесение Господне – это торжество, торжество победы Иисуса Христа над смертью. Это торжество славы Божией. И Господь вот так торжественно вознесся на небо, на облаке. А вспомните, а ведь Он совсем недавно говорил Своим ученикам о том, что придет такое время, когда будут говорить, вот там Христос, или вот тот пришел Христос, вот тот Христос. Не верьте этому. Не будет такого явления. То есть Христос Спаситель оградил Своих учеников и всех нас, христиан православных, от того, чтобы мы не верили, что где-то явился Христос, там или там. Вот Он после Своего воскресения до Вознесения многократно являлся ученикам. Неожиданно. Неожиданно являлся и неожиданно оставлял Своих учеников. А сегодня Он, завершив Своё мессианское служение Церкви, миру людям, Он сегодня торжественно засвидетельствовал Своё восхождение на небо. Всё, что было необходимо, Он исполнил. О чём сегодня очень ярко и красочно говорит праздничный контакт. Ежио нас исполнив смотрение. То есть всё, что было живоначальней Труице, определено, предопределено. Он всё исполнил. И Он соединил силы с небесным. Во славе вознёсся Ииси Христе Божие. И обещание своё, дав ученикам и апостолам, до сегодняшнего дня исполняет. «Аз есть мы с вами, и никто же на вы». Вот это замечательное обетование Христа Спасителя, оно исполнялось до сегодняшнего дня и будет исполняться до скончания века. И каждый из нас, кто будет обращаться к Богу искренне, с верой и надеждой, помните и знайте, что с нами Бог. Он действительно пребывает в нашей жизни. Но, к сожалению, мы по своим слабостям человеческим, по своим грехам и немощной жизнью, мы не ощущаем иногда присутствия в нашей жизни Христа Спасителя. Но Он с нами всегда. И хочется в этот день, в праздничный день, Вознесения Господня пожелать, чтобы мы не ослабевали в вере. Чтобы мы верили и знали, что с нами всегда пребывает Господь Спаситель. Он слышит наши слова молитвы. Он слышит наше воздыхание. Он видит всех нас. И как Божественный Отец Чадолюбивый готов протянуть каждому свою Божественную руку и спасти каждого человека, кто желает спасения во Христе Спасителе. Эта вера вдохновляла святых апостолов и всех последователей, кто жил до сегодняшнего дня на земле. Кто верил, что Иисус есть Христос, Сын Божий, кто стремился исполнять заповеди Господни и жить по Евангелию. И сегодняшний праздник призывает всех нас поверить, что Иисус есть Христос, Сын Божий, Сын Благословенного, Который пришел на землю и сегодня вознесся и сел одесную славы Отца Своего. Но Он везде Сын и вся исполняет, пребывает и сегодня с нами. И хочется пожелать, чтобы мы никогда не утратили эту веру. Веру в Бога, верность в Церкви и стремление жить по заповедям Господним, по Евангелию, чтобы уже здесь на земле, по Слову Христа Спасителя, кто будет жить, как Он заповедовал, тот уже подобно первомученику и архитекту Стефану будет видеть и небо отверстия, и ангела Божий, восходящих и нисходящих на Сына Человеческого. И вся история Христианской Церкви свидетельствует о том, что многократные святые люди видели Бога здесь на земле, который свое обещание исполняет. И мне хочется пожелать, чтобы сегодняшний праздник вдохновлял всех нас на исполнение заповедей Господней и на благочестивую христианскую жизнь. А Господь будет с нами всегда. Он есть, Он будет всегда с нами. Аминь. Спасибо, Господи. Христос.